Это фрагмент видео, записанного пассажиром рейса «Москва-Анталия». Самолёт аэрофлота, на борту которого находилось около 400 пассажиров, после вылета экстренно вернули в аэропорт из-за проблем с двигателем. Людей пересадили в другой самолёт, который тоже оказался неисправным. Его пытались починить полтора часа. Людей из салона не выпускали, но борт так и не взлетел. Инцидент произошёл 2 октября. В этот же день отменили рейс «Пхукет-Москва» всё того же аэрофлота. У самолёта «Боинг-777» сломались шасси. По количеству авиапроисшествий в России 2023 уже в разы обогнал предыдущие годы. С января по август в Федерации зафиксировали более 120 аварий гражданских самолётов. А с 2018 по 2022 в среднем происходило 55 инцидентов в год. При этом авиатрафик после начала полномасштабного вторжения России в Украину снизился. То есть рейсов стало меньше, а происшествий существенно больше. В первую очередь из-за действия западных санкций. Они получают какие-то контрафактные детали, какие-то детали там, ну, условно, скажем, сделанные на 3D-принтере, да. Вот, в общем-то, заменяют ими реальные сертифицированные детали. Вот, производят ремонт там, допустим, в Иране, под санкционном, 30 лет под санкциями в Иране. Возможно, в Турции что-то делают, какой-то ремонт, в Казахстане, да. Через них получают какие-то запчасти, но вечно так длиться не может. Ну, еще год, ну, два еще. А потом, собственно, посыпятся. Многие неполадки могут устранять только ведущие предприятия мира. Из-за проблем с ремонтом двигателей самолетов Airbus A320 и A321neo, крупнейшая российская частная авиакомпания S7 сократит количество полетов. Такие борты есть также в парках Аэрофлота, Уральских авиалиний, Северного ветра и Северо-Запада. А значит, и этим компаниям, вероятно, придется со временем сократить расписание. На сегодня в компании S7 не летает и находится на обслуживании около 20% парка, в том числе 13% из 39% Нео. Проблема в ремонте американских двигателей P&W, которым не занимаются ни в РФ, ни в Иране. Компания собиралась расстаться с этими самолетами. Из публикации издания «Коммерсант» со ссылкой на источник в Министерстве транспорта Российской Федерации. Европейские и американские компании не проводят техническое обслуживание самолетов и не поставляют в Россию запчасти. У всех центров обслуживания авиационной техники в России отозваны лицензии. То есть любой ремонт самолета, проведенный на территории страны-агрессора, нелегален. После перерегистрации бортов в Российском реестре воздушных судов их не страхует международная компания, а без страховки вылетать за границу запрещено. Кроме того, Россия отрезана от программного обеспечения СИТА, а российских летчиков больше не учат на западных тренажерах и симуляторах. В результате гражданская авиация России стала бесперспективной и опасной. Проблем добавляет и решение Кремля бросить и без того ограниченные ресурсы на военную авиацию. Гражданское самолетостроение принесено в жертву военным. Если в 2021 году построено 19 пассажирских самолетов, то в 2022 году всего 10. И то они сейчас находятся на минимуме двигателей. То есть ставят уже бэушные двигатели, потому что из-за санкций поставки самых наиболее важных частей двигателей к этим самолетам, они в общем-то запрещены. По данным сети авиационной безопасности АСН, последние 23 года Россия занимает первое место в мире по количеству смертей в результате авиакатастроф. Причем с большим отрывом от остальных стран в этом списке. Политика Кремля и последствия западных санкций, введенных в ответ на российскую агрессию против Украины, превращают каждый рейс гражданского авиалайнера в Федерации в русскую рулетку.